Добрый день, уважаемые коллеги! У кого-то день на востоке нашей страны, наверное, уже вечер. Я вас приветствую на нашем очередном вебинаре в Директ-Академии. Сегодня у нас наша постоянная ведущая Марина Орешко расскажет о PowerPoint, о котором, как она утверждает, сказано еще не все, но об этом мы узнаем чуть попозже. А сейчас я хотел бы сказать несколько слов о нашей Директ-Академии. Я не буду вас просить передвинуться в начало чата, просто еще раз продублирую некоторую информацию. Вот четыре ссылки, которые я обычно даю перед нашими вебинарами. Первая ссылка ведет на наш сайт, сайт Директ-Академии, на его главную страницу, страницу расписания. И на ней вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, которые пройдут до конца нашего учебного года. Прямо до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube и на ней появится в том числе, я надеюсь, сегодня вечером уже появится запись нашего сегодняшнего вебинара. Подписывайтесь на наш видеоканал и будете всегда в курсе того, что происходит на нашем Директ-Академии. А всего у нас на канале почти 400 записей вебинаров, огромная база знаний. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов. И те из вас, кто хотят попробовать поучиться в Директ-Академии, могут посмотреть наши предложения. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. И сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара вы сможете приобрести сертификат об участии в вебинаре. Кроме того, я хотел бы вам проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся в ближайшие дни. Завтра, 6 декабря, в четверг, у нас Татьяна Телегина с вебинаром, тоже наша постоянная ведущая. С вебинаром, библиографические ссылки, знакомимся и тренируемся. 7 числа, в пятницу, Юрий Николаевич Белоножкин с вебинаром «Почему не всегда надо конструировать онлайн-курсы педагогам? Или в чем преимущество их эффективной эксплуатации?» Наконец, в понедельник, после большого перерыва, будет мой вебинар. Я уже истосковался проводить вебинары, и в декабре снова начну проводить вебинары в своем цикле «Электронный учебный контент». И начнутся вебинары «75 видов и технологии учебного видео. Как преподавателю выбрать подходящий формат». Так что приходите на эти вебинары, и я надеюсь, вам будет интересно и полезно. Ну что ж, сейчас я хотел бы передать слово Марине Орешко, и мы проведем наш сегодняшний вебинар. Марина, прошу на связь. Ответ. Презентация, я вижу, она выложена в общий доступ. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно. Я думаю, что можно начать наш сегодняшний вебинар. Я решила его посвятить теме использования PowerPoint в библиотечной практике. Что можно делать, какие информационные продукты, какие интересные решения можно делать с помощью этой уже всем знакомой программы. Презентацию действительно можно скачать. Папка «Ресурсы» справа вверху, кнопка с изображением папки. Если вы ее нажмете, откроется список ресурсов, и среди них вы увидите файл под названием PowerPoint. Если нажмете стрелку вниз, зелененькую, то она скачается к вам на компьютер. Кроме этого, я еще загрузила документ, который называется «Шаблонные инструкции». К сожалению, в презентацию вошли не все ссылки, которые бы мне хотелось вам показать. Поэтому отдельный список всяких интересных и полезных ссылок, на мой взгляд, я собрала еще отдельно в текстовом документе. И его точно так же можно себе сохранить на компьютере, если вам это необходимо и пригодится в работе. Ну, а я начну. Сегодняшний разговор. Действительно, PowerPoint, наверное, сегодня самая часто используемая программа. Особенно на мероприятиях в библиотеке, при подготовке лекций, докладов, каких-то выступлений. И большинство, наверное, из нас, кто работает с этой программой, чаще всего, конечно, используют тексты и изображения. Возможно, маркированные списки, может быть, диаграммы, графики. Но на самом деле программа настолько большая и интересная, что можно использовать ее не только для создания обычных презентаций стандартных, но еще для разных интересных информационных продуктов. Ну, я предлагаю начать по порядку. Начнем с того, где, собственно, брать шаблоны для презентации. Если у вас не получается скачать презентацию, то вы напишите мне по электронной почте, на последнем слайде будет адрес, я вам ее вышлю по почте. Ну, прежде всего, откуда берутся шаблоны для презентации, поскольку стандартные, которые уже созданы по умолчанию в самой программе, они не всегда нам могут нравиться. И потом одни и те же шаблоны использовать не очень интересно. Поэтому я вам предлагаю еще поискать в интернете возможности для оформления презентации. Есть на сайте Microsoft большая коллекция готовых шаблонов PowerPoint, которые можно скачать. Есть здесь действительно довольно интересные варианты. Например, в разделе образования можно найти вот такие необычные шаблоны. Например, вот песочные часы. Это шаблон для отсчета времени. Хорошая штука, если вы проводите какие-нибудь игры на мероприятиях в библиотеке, можно его использовать для отсчета времени на обдумывание ответа, например. Его же разновидность вот так все выглядит. Будильник. Та же самая функция дает обратный отсчет времени, когда у нас проходят мероприятия в библиотеке. Если поискать, там и другие интересные варианты можно найти. Еще один вариант, еще один сайт, где можно скачать бесплатный шаблон для оформления презентации PowerPoint, это вот этот сайт PowerPoint Base. В отличие от Microsoft, здесь вам придется зарегистрироваться, чтобы бесплатно скачивать. Но на самом деле здесь действительно большая коллекция презентаций, шаблонов, точнее, для презентации. Они удобно очень рассортированы. Вы можете осуществлять поиск, искать сразу то, что вам необходимо в темах. Мне, например, нравятся в этом разделе вот такие презентации, рисованные. Они очень так стильно, элегантно смотрятся и действительно необычно. Есть несколько вариантов, я вот один из них взяла. Вы просто сохраняете себя на компьютер, раскрываете, а дальше добавляете свой собственный контент, как считаете нужным. Это что касается оформления слайдов. Есть, конечно, много и других источников, откуда можно взять шаблоны для презентации. Теперь, собственно, что можно сделать с помощью этих шаблонов и как презентацию сделать более интересной и интерактивной. Но самый простой способ создать, добавить в презентацию интерактива – это сделать гиперссылки. Гиперссылкой может стать любой элемент на вашей презентации. Либо текст, либо объект, либо какая-то фигура, изображение, ну, в общем, практически любой элемент. Для этого вы щелкаете по этому объекту, а в правой клавише выбираете в контекстном меню «Гиперссылка». Открывается вот такое окошко, как сейчас на экране. А дальше вы к этому объекту привязываете необходимую вам гиперссылку. На что можно ссылаться? Ну, прежде всего, на какие-то внешние источники информации. На веб-сайты, на какие-то страницы в интернете. Файл веб-страница. Вот верхняя. Дальше. Второй вариант. Можно ссылаться на место в документе. Например, на другой какой-то слайд в этой же самой презентации. Когда вы нажмете «Место в документе», откроется список слайдов, выбираете нужный. Это может пригодиться, например, если вы хотите показывать слайды не в определенном порядке, как вот они в презентации, а в каком-то нужном вам для вашего замысла. То есть не по порядку, а вот отдельными слайдами. В этом случае гиперссылки вам помогают наладить такую навигацию внутри вашей презентации. Ну, вот эти две основных кнопки про новый документ и электронную почту уже можно дополнительно почитать, как это работает. Ну, вот две основных – это файл веб-страницы и место в документе, на что можно ссылаться. Для чего могут пригодиться такие гиперссылки? Ну, например, можно сделать виртуальную выставку. Сейчас я вам ссылку в чат положу. И на основе презентации PowerPoint сделать там гиперссылки. И в итоге у вас получается, например, вот такой вот слайд с меню. А дальше читатель может выбрать тот вариант выставки, который ему более симпатичен. Тот раздел выставки, который он бы хотел просмотреть. Например, «Экологическое право». Нажимая на эту надпись, он попадает именно на те слайды, где собраны книги по теме «Экологическое право». Всегда можно вернуться назад в главное меню. Нажимая на эту надпись, мы возвращаемся на стартовую страницу. Это все тоже делается с помощью гиперссылки «Внутренняя навигация внутри презентации». Вот так работает. Как еще добавить интереса в презентацию? Ну, это использование различных диаграмм, графиков, схем и так далее. Диаграммы дают возможность более наглядно представить информацию. Для вставки диаграммы есть специальная функция меню «Вставка диаграмма». Дальше вы получаете вот такую таблицу экселевскую, куда вносите данные, и они тут же автоматически у вас отображаются в виде графиков и схем. Мне еще нравится блок-схемы, которые можно вставить опять через кнопку «Вставка». Называются эти блок-схемы «Смарт-арт». Они позволяют представить информацию в таком наглядном, образном виде, достаточно ярко и нетрадиционно. Хорошая альтернатива различным маркированным спискам, которые иногда на презентацию смотрятся скучновато. Ну, например, вот с помощью этой диаграммы «Смарт-арт» я вот нарисовала один из слайдов про инфографику. Собственно, можно было то же самое сделать в виде обычного маркированного списка, но мне кажется, вот через «Смарт-арт» получилось более понятно и симпатично, и привлекательно для зрителей. Поэтому советую очень хорошая функция. Мне очень нравится и часто использую в работе. Дальше. Если уж мы заговорили про инфографику, то с помощью PowerPoint можно делать и различные инфографики. Хорошая альтернатива, если у вас нет доступа в интернет, онлайн-сервисы вам недоступны, либо они вам не очень нравятся, либо у вас нет времени в них разбираться и работать. Можно, собственно, очень просто сделать инфографику, самому ее нарисовать в стиле PowerPoint. Создаете слайд. На слайд наносите нужные вам картинки, изображения. Единственное, что вам придется их самостоятельно найти в интернете. А дальше вы можете разные фигуры добавлять, заливать, делать рамочки, обводки, рисовать линии. Все эти функции в PowerPoint предусмотрены, и может получиться вот такая вот вручную нарисованная инфографика. Готовую картинку вы потом можете сохранять на компьютер как картинку, ну и вставлять ее у себя в блоге или на сайте. Если вы демонстрируете эту инфографику внутри презентации, вы можете даже что-то анимировать, чтобы не все сразу объекты появлялись. Да, можно даже и печатать сразу. Здесь же есть распечатка слайдов презентации. Вот вы можете распечатать таким образом. По тому же шаблону делаются и флайеры. Мы рисовали афишки в презентации PowerPoint. Примерно точно так же, как и инфографику. Вручную с помощью разных объектов, картинок их рисовали, тут же печатали. Получались маленькие флайеры или афишки. Ну вот еще пример. Инфографика в вертикальном формате. Можно ведь еще и развернуть слайд. И получится у нас вертикальная инфографика. Вот ссылку я вам положила. Там инфографика про бобра. Тоже нарисовано вручную. Использовано несколько картинок. Ну и дальше разные прямоугольники, линии, обводки и так далее. Да, хороший вариант для различной оформительской работы. Совершенно с вами согласна. Можно выставки оформлять, рисовать. Цитаты, планшеты на выставку. В общем, тут возможности очень большие. Главное цветным принтером обзавестись. И все будет очень красиво. И главное быстро. Тем более, если вы хорошо с PowerPoint знакомы, сделать такое не составит особого труда. Можно добавить этой же самой инфографики немножко интерактивности. То есть объекты на диаграмме могут появляться при нажатии на определенные элементы этой инфографики. Вот, например, такой шаблон, который я нашла в блоге «Дедактор». Вообще, я очень рекомендую этот блог. Автор его Георгий Астватсатсу... Все время путаю, не могу выговорить фамилию. Астватсатуров Георгий, автор этого блога, он очень много и интересно пишет как раз об использовании программы PowerPoint в практике. В основном в учебной практике, но и для библиотекарей тоже много интересных идей можно здесь найти. Я на него сегодня буду часто ссылаться. Вот он предлагает, например, сделать интерактивную инфографику. На всех слайдах необходимо продублировать вот такую диаграмму. Например, основу вашей инфографики про топливо. А дальше, каждому элементу этой диаграммы, например, природный газ, торф, каменный уголь, каждому элементу надо прикрепить ссылку на новый слайд, где будет более подробная информация, например, по добыче природного газа. Делается это очень просто. После того, как вы нарисовали диаграмму, выделяете элемент с помощью прямоугольника. Вставка фигуры, прямоугольник, либо надпись просто выделяете. А дальше к этой надписи или к этому прямоугольнику прикрепляете ссылку на нужный слайд. Вот как сделано это на экране. Место в документе слайд такой-то. После этого у вас при нажатии на эту гиперссылку открывается, появляется информация более подробная. Поскольку вы эту диаграмму скопировали на все слайды, то информация будет по краям появляться, справа и слева. И получается такое впечатление, как будто вы презентацию и не листаете, автоматически появляется нужная информация по краям, как будто это единый такой экран. Я, может быть, не очень понятно объясняю, более понятно можно в блоге прочитать. Там есть и инструкция, и шаблон, как можно сделать такую инфографику. Сейчас еще я вам ссылку на шаблон положу в чат. Если вас заинтересовал такой интересный интерактивный элемент, можно попробовать вставить в свою презентацию, либо сделать какой-то информационный продукт. Меня совсем плохо слышно, да? Вроде звук нормальный должен быть. Еще раз рассказываю, как вставить гиперссылку. Выделяете любой элемент на вашей презентации. Либо это текст, либо это объект, либо это картинка. Дальше правой клавишей нажимаете, щелкаете по выделенному вам объекту. В контекстном меню находите значение, которое называется гиперссылка. Нажимаете. Открываете вот такое окошко изменения гиперссылки. А дальше делаете ссылку туда, куда вам нужно. Например, на другой слайд. Место в документе, а дальше номер слайда. Причем у вас рядышком появляется такое миниатюрное изображение того самого слайда, на который вы ссылаетесь. Так вы не перепутаете. И точно будете знать, на какой слайд вы ссылаетесь. Все. Сохраняете, нажимаете ОК. Гиперссылка становится рабочей. Если вы хотите на веб-ресурс добавить, то более кнопка, которая вверху. Файл веб-страница. Сюда в окошечко вставите просто адрес веб-ресурса, на который ссылаетесь. Например, адрес сайта. И все, гиперссылка у вас будет на внешний уже ресурс. Просматривая презентацию, если у человека включен интернет, он нажимает на эту ссылку и открывается ему нужный веб-ресурс. Так работают гиперссылки внутри презентации. Идем дальше. Вообще, в PowerPoint еще есть несколько надстроек, которые позволяют еще более эффективно здесь поработать. Есть надстройка, которая называется Office Timeline. С помощью этой надстройки можно создавать ленты времени. Вы можете эту надстройку скачать и установить дополнительно к PowerPoint. Она абсолютно бесплатная. Если вы пока не уверены, нужна ли она вам или нет, вы можете зайти на сайт, ссылку сейчас я вам дам, и попробовать сначала онлайн поработать. Если вам понравится, в любой момент можете сохранить себе на компьютер. Она устанавливается прямо в вашу программу PowerPoint. У вас просто появится новая вкладка Office Timeline. Единственное, что у вас офис должен быть не ранее 2007 года. 2007 и выше. И все. Когда вы находите эту вкладку и ее открываете, вам список шаблонов попадается. Вы выбираете нужный вам шаблон ленты времени, а дальше изменяете просто содержание в этом шаблоне. Я взяла самый простой шаблон, вот такая лента времени, синенькая с красными указателями, а дальше загрузила сюда картинки, добавила свои тексты, и получилась у меня небольшая лента времени про историю города Мурманска. Эту ленту времени вы можете сохранить как презентацию, либо как картинку, и ее распечатать, например, или просто у себя в блоге или на сайте повесить. Вот таким образом. Повторюсь, настройка бесплатная, устанавливается поверх программы PowerPoint. Можно работать и онлайн, если не хотите устанавливать дополнительное программное обеспечение себе. Несколько слов расскажу еще об интересных вещах, которые можно сделать с помощью PowerPoint. Например, можно анимировать слайды. Но это не секрет, наверняка вы знаете, как это сделать. Я вам расскажу только о таких небольших тонкостях, которые, может быть, вам пригодятся в работе. Анимация в PowerPoint двух вариантов. Либо анимируете слайды в разделе «Переходы». Я сейчас ссылаюсь на версию 2010 года. Если версия чуть постарше, то там будут немножко другие вкладки. В разделе «Переходы» вы можете настроить переходы между слайдами, выбрать один, а затем можно этот же эффект применить ко всем остальным слайдам. Поэтому все слайды и все объекты на слайдах будут анимироваться и перелистываться так, как вы хотите. Кроме того, есть еще возможность добавить звук к перелистыванию слайдов, если вам необходимо какую-то атмосферу создать на мероприятии, шум моря, добавить какой-то музыкальные элементы. Например, когда мы игры составляли, на последнем слайде поздравляли победителей, мы добавляли звук аплодисментов, например. Далее вы можете настроить автоматическую смену слайдов. Это интересно работает, если вы хотите просто включить презентацию и оставить ее для просмотра, как слайд-шоу. В этом случае вы можете настроить каждый слайд на определенное количество минут. Например, смена слайда не по щелчку, а после какого-то времени. И он автоматически через несколько секунд, как вы установите, поменяется. Это удобно, например, если вы создаете презентации для показа на каких-то панелях в библиотеке или просто с помощью проектора на экране. Например, перед началом мероприятия можно такую презентацию запустить. А чтобы вам ее не перелистывать все время, не запускать заново, вы можете в разделе «Настройка презентации» «Показ слайдов», а дальше «Настройка презентации» вы можете сделать управляемой автоматически. Третья кнопочка сверху. Автоматически у вас презентация будет управляться. Вы ее включили, она пошла работать. И еще здесь можно выбрать непрерывный цикл до нажатия клавиши «Escape». Это значит, что ваша презентация будет по кругу крутиться. То есть, как только она закончится, она запустится заново с самого начала. Так вы можете, например, включить перед началом мероприятия какое-то слайд-шоу, сделанное в PowerPoint. И пока зрители собираются, они могут просматривать вашу презентацию. Часто в библиотеках рекламируют свои услуги с помощью вот таких зациклованных презентаций. Можно и такой вариант использовать. Хорошая функция для создания интересных слайд-шоу. Более точная анимация позволяет анимировать определенные объекты. Здесь по-другому немножко работает. Вкладка называется уже «Анимация». Вы выбираете нужный вам объект. Примерно так же действуем, как и в случае с гиперссылками. Выбираем нужный объект, щелкаем по нему. А дальше во вкладке «Анимация» нажимаем кнопку «Добавить анимации». Вот целый список. Появился анимации, которые можно добавить к этому объекту. Здесь есть анимации на вход, на выход, на выделение объекта на экране, на перемещение его по экрану. Вы можете с помощью мыши нарисовать свой путь перемещения из одного угла в другой, например. Эту анимацию сохраняете. Она появляется у вас, если вы нажмете на кнопку «Область анимации». С правой стороны сбоку она появится. Вот внизу картиночка, как раз более понятный скриншот. Что можно сделать в разделе «Область анимации»? Можно анимацию настроить. Например, сделать, чтобы она запускалась щелчком. Щелкаете по объекту, он начинает двигаться. Либо можете запускать вместе с предыдущим. Что это значит? Это означает, что вы слайд поменяли, и тут же анимация запустилась вместе с переменой слайдов. Либо вы можете запускать после предыдущего. Когда у вас несколько объектов на экране, вы, например, запустили первый, а следующий пойдет уже после него, по очереди анимировать. В разделе «Параметры эффектов» вы можете настроить время анимации. То есть, чтобы объект не сразу начал двигаться, а через какое-то время. Настроить задержку, скорость, с помощью которой он будет двигаться. Здесь очень детальная настройка в программе. Если вы откроете меню, почитайте внимательно, посмотрите. Там, в общем, не очень сложно разобраться. На практике можно попробовать поанимировать с разными объектами и посмотреть, что в итоге получается. Для чего может пригодиться анимация? Позволяет делать разные игры с помощью анимации. Например, объекты могут появляться и исчезать на экране. Можно даже сделать свою собственную анимацию, смастерить с помощью PowerPoint. Если ничего красивого вам не обнаружилось, то вот в блоге «Дедактор» я нашла такой вариант анимации. Называется он «Пазлы». Что это такое? У вас изображение появляется на экране не сразу, целиком, а по кусочкам. Причем каждый кусочек может появляться вращением каким-нибудь, с каким-то интересным эффектом. На самом деле, такую презентацию сделать очень несложно. Порядок работы такой. Вы копируете на слайд изображение столько раз, сколько будет у вас фрагментов, на сколько частей вы хотите расчленить вашу фотографию. Например, 4 фрагмента. Каждое изображение вы обрезаете до нужного фрагмента с помощью обрезки. Формат, обрезка, рисунка. Дальше нужно тут действовать аккуратно, лучше совместить картинки, одну наложить на другую, чтобы у вас не было расстояния промежутка между фрагментами, чтобы как будто они были одной большой общей картинкой. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на экране, этот эффект. Ссылку в чат отправлю, чтобы вам было поинтереснее посмотреть, как это на практике может выглядеть. Вот так. А если вас интересует более подробная инструкция, как это сделать, то ссылку тоже сейчас в чат добавлю. И вот, как только вы порезали ваши фрагменты, вот так вот их сложили, проверили, что все в порядке, друг с другом фрагменты хорошо стыкуются, теперь вы настраиваете для каждого из четырех кусочков свою анимацию. Опять кнопка «Анимация», а дальше параметры эффектов выбираете, как появится ваша анимация. Сверху, справа, снизу, сбоку. Вращаться она будет или попросту проявляться и так далее. Каждый фрагмент вы вот так анимируете. В блоке «Область анимации» у вас отображаются четыре кусочка, четыре анимации. Ну а дальше в параметрах эффекта вы просто настраиваете, в каком порядке будут ваши фрагменты появляться. Например, по щелчку появится первый, а все остальные по порядку после предыдущего. Можно так. Либо можно каждый добавлять по щелчку. В этом случае, например, можно устроить игру «Угадай изображение по фрагменту». Запускаете первый фрагмент, если не угадали, щелкаете еще раз, запускается второй фрагмент. Вот таким образом. Анимация здесь будет появление. И так можно и игру устроить, и просто разнообразить презентации. Что еще можно сделать с помощью PowerPoint? Например, сделать интерактивную карту. В том же самом блоке «Дедактор» нашла инструкцию о том, как это делать. Вкратце расскажу вам, как это выглядит. Тут тоже все не очень сложно. Специально выбирала варианты, которые требуют минимума затрат. На первом слайде размещаете вашу интерактивную карту, которую вы хотите проиллюстрировать. Дальше часть этой карты у вас будет интерактивной. То есть нажимая на какой-то фрагмент на этой карте, открывается дополнительная информация. Например, вы можете выделить на карте какую-то область. Вот Республику Карелия, например, выделили. Как выделяются элементы? Есть кнопка «Вставка». Дальше выбираете фигуру. А в фигурах выбираете так называемую полилинию. Это такая кривая линия, которая позволяет выделять элементы сложной формы. Не прямоугольники, не круги, а вот такие действительно сложные. И с помощью мыши в этой полилинии обводите нужную вам область на карте. Ну, вот Республику Карелия ввели. Я красненьким квадратиком показала, где найти эту полилинию. Дальше. Она у вас автоматически будет заливаться каким-то цветом. Вот с другой стороны справа я выделила область Саха-Якутии. Она у меня тут же залилась синим цветом. Чтобы убрать эту заливку, есть кнопка «Формат», «Заливка фигуры». Нет заливки. У вас заливка еще один станет прозрачной. Останется только контур вашей фигуры. К этому контуру мы прикрепляем гиперссылку на следующий слайд. А на следующем слайде у нас уже будет более подробная информация о Республике, допустим, Саха. Или о Республике Карелия. Там будет карта конкретно этой республики. А дальше на этой карте вы опять можете выделить какую-нибудь область и дать ссылку на следующий вариант, более подробный. Например, какой-то город выделить. И нажимая на название этого города, человек переходит на новый элемент карты. И там уже информация о городе. Карта города. На карте города можете опять выделить какой-то фрагмент, и он будет у вас вести уже на карту достопримечательностей. И можно какую-то фотографию достопримечательностей добавить и так далее. Чтобы вернуться назад, вам на каждом слайде нужно сделать кнопочку «Назад». А к этой кнопке привязать гиперссылку на предыдущий слайд. Очень просто, точно так же, как я описывала. Гиперссылка, а дальше место в документе и слайд, на который хотите вернуться. На каждом слайде эти кнопки разные. Если вы ушли далеко вглубь, то можете этих кнопок даже несколько добавить. Например, вернуться на карту региона, вернуться на карту основную и так далее. Вот таким образом обратная навигация тоже может настраиваться с помощью гиперссылок. Вот как раз вставка того самого гиперссылки. Место в документе, дальше номер слайда, на который вы ссылаетесь, и окей. Все, гиперссылка готова. Чтобы сделать интерактивную карту более интересной, вы можете вернуться на вот эту карту, где вы нарисовали контур. Вы можете этот контур вообще убрать. Тогда у вас будет контур невидимый, а гиперссылка останется. При наведении курсора на эту область, курсор превратится в такой пальчик указательный. Вы можете щелкать и открывается. Так можно еще более интересную интерактивную карту обыграть. Контуры точно так же удаляются в разделе формат, контур фигуры, удалить контур или нет контура. И все. После этого у вас гиперссылка вообще станет прозрачной. Главное не забыть, что она у вас там есть. А дальше курсором, передвигая по карте, вы в нужные элементы можете щелкать, и карта будет работать. Единственное, что чтобы случайно не нажать, как не надо, чтобы не перескочить на другой слайд, в разделе «Переходы слайдов» нужно снять галочки напротив перехода по щелчку и перехода автоматического. И тогда у вас навигация будет ваша работать. И второе особенное, здесь нужно сделать плавные переходы между слайдами, чтобы не было впечатления, что слайды меняются, более плавные какие-то линии. Например, прямоугольник наружу предлагают. Может быть, какие-то другие варианты. Это вот такие небольшие настройки. Но после этого у вас карта будет работать, можно ей пользоваться, сохранять как презентацию. А более подробно по ссылке можете прочитать, там пошагово это все описано. Что еще? Интерактивный плакат можно сделать тоже с помощью гиперссылок. Как это работает? Во-первых, интерактивный плакат – это такое изображение, где есть так называемые метки, горячие точки. Нажимая на эти метки, вы открываете дополнительную информацию, относящуюся к этой метке. Например, вы можете сделать вот такой словник, какой-то список терминов, буквы. Нажимая на определенную букву, у вас с правой стороны открывается необходимый список терминов на эту букву. Либо можно сделать так, портретную галерею. Маленькие изображения разместить слева, а нажимая на это маленькое изображение, если нажмете, то оно появится на экране в увеличенном виде. Как это работает, это все несложно, тоже делается с помощью гиперссылок. Прием называется «Экран». Как это можно сделать? Сейчас ссылку вам дам на инструкцию, как это работает. А вкратце расскажу на словах. Сейчас, минутку. Ссылка отправилась. Начинаем с такого шаблончика. Экран. Слайд. А дальше на нем размещаем прямоугольник. Вставка фигуры. Вот такой прямоугольник у вас появляется на экране. В этот прямоугольник вы будете вставлять увеличенное изображение. С левой стороны у нас будут маленькие картиночки, либо какие-то буковки, либо значки, иконки. А вот справа будет большое изображение, какая-то фотография большая. Как в этот прямоугольник вписать фотографию? Тоже есть такая хитрость. Можно, конечно, это делать вручную, вставлять, подгонять, обрезать. Но это немножко сложновато. Можно более простым путем идти. Если щелкнуть по этому прямоугольнику правой клавишей и выбрать формат рисунка, откроется вот такое вот окошечко. И сразу раздел «Заливка». Выбираем в «Заливке» рисунок и текстуру. А дальше нажимаем кнопочку, которая синеньким сейчас выделена, «Файл». Выбираете файл на компьютере, и у вас этот прямоугольник заливается вашей картинкой. Ничего подгорять не надо, он автоматически впишется. Правда, если у вас какая-то узкая картинка, может быть, немножко растянется. Поэтому заранее выберите формат прямоугольника. Может быть, его сделать поуже. Ну, в общем, вот таким образом. А заливается очень просто. Все, у вас картинка готова, изображение. Дальше сделайте столько картинок, сколько вам нужно. Каждая на новом слайде. А потом переходим к добавлению маленьких изображений. Маленькие картинки точно так же. Только маленькие теперь прямоугольнички создаем. И точно так же их заливаем. Только теперь уже картинкой маленькой. Та же самая картинка, только она будет теперь в маленький прямоугольник вписана. А к этой маленькой картинке прикрепляем гиперссылку на нужный слайд с картинкой большой. И вот таким образом сохраняется. Так же делаем и со всеми остальными маленькими прямоугольничками. А потом мы их копируем. Все вместе клавишу Ctrl зажимаем, все их копируем. И переносим все это на все остальные слайды. На каждом слайде у вас будет вот такой вот элемент. Маленькие прямоугольники и одно большое изображение. Все это связано гиперссылками. И получается такое впечатление, что у вас действительно один большой экран, и вы ничего не перелистываете, а у вас просто поочередно будут всплывать изображения при нажатии. Точно так же делаем плавные переходы между слайдами, как в интерактивной карте. И точно так же убираем в разделе настройки презентации галочки напротив смены по щелчку и смены автоматической. Чтобы нечаянно не нажать, чтобы у нас слайд куда-то не туда не уехал, убираем, подстраховываемся. И вот таким образом сохраняем презентацию. Получается такой необычный слайд-шоу или интерактивный плакат. Называется этот прием-экран. Ну вот таким вот образом вы можете еще настроить кнопку «Закончить показ». Если, например, вы просмотрели все картинки, и чтобы не просто там выходить традиционным способом из презентации, вы можете добавить кнопку «Закончить показ». Она делается через, опять, меню «Вставка», «Управляющие кнопки». Вы можете выбрать там из шаблонов, подходящую вам, ну, например, вот такую красненькую, можно закрасить ее в любой цвет. А дальше сделать, вот такое меню у вас откроется, по щелчку мыши, и выбирайте из меню «Закончить показ». К этой кнопке привязали, сохранили. И эту кнопку потом дублировать на все слайды. И тогда в любой момент, если вам надоело просматривать презентацию, вы можете ее закончить, таким образом закрыть. Будет красиво и стильно. Другой вариант. Прием лупа. Тот же самый интерактивный плакат. Только когда вы нажимаете на фрагмент изображения, у вас появляется увеличенная копия того самого фрагмента, который вы хотите посмотреть поподробнее. Ну вот, например, картина «Утро стрелецкой казни». Нажимая на какой-то фрагмент этой картины, у вас появляется более подробное изображение. Тоже это делается не очень сложно, и тоже с помощью гиперссылок. Рассказываю как. На первом слайде вы просто оставляете картину, как она есть. Здесь вы будете гиперссылки размещать. А дальше делаете примерно вот такие слайды, как сейчас на экране. В том количестве, сколько у вас будет фрагментов. Два, три, четыре, пять и так далее. В прямоугольник мы будем вписывать увеличенный фрагмент. В эту картину можете на фрагменты порезать заранее, сохранить каждый фрагмент как картинку, а затем вписывать в прямоугольник, как я уже раньше об этом рассказывала. Место вот этого прямоугольника, на мой взгляд, не принципиально. Вы можете их все на одном месте ставить, а можете ставить конкретно на том месте, где у вас фрагмент, нужный вам, чтобы получилось таким образом. И теперь возвращаемся на главное изображение, и на главном изображении выделяем фрагмент картины, ну, например, вот так, с помощью прямоугольника, как мы это делали в интерактивной карте. К этому прямоугольнику привязываем ссылку на нужный слайд с увеличенным изображением и сохраняем. Вот эти контуры можно удалить, сделать гиперссылку невидимой. И опять, двигая курсором по карте, появляется значок указующего пальчика, нажимаете и открывается нужный слайд с картинкой. Опять делайте плавные переходы между слайдами, чтобы не было ощущения, что как-то резко меняются события на экране. И еще здесь можно настроить анимацию, как будет появляться ваше изображение. Либо оно будет сразу появляться, либо оно будет выплывать и так далее. Вот таким образом, с помощью приема лупа, можно тоже маленький интерактивный плакат сделать по изображению. Более подробную инструкцию я вам положила в чат. Там пошагово все расписано с картинками и с криншотами. Можете попробовать, вдруг вам понравится. Ну и самая, наверное, благодатная почва – это игротека с помощью PowerPoint. Здесь можно сделать различные викторины. В этой программе, я думаю, что вы наверняка их делали, используя гиперссылки, нам уже хорошо знакомые, анимацию и так называемые триггеры. Как, например, сделать вот примерно такую викторину по принципу «своя игра»? Вы к каждой картиночке, каждой кнопочке привязываете ссылку на слайд с вопросом. Нажимая на кнопку, открываем нужный вопрос, отвечаем. Возвращаемся назад, нажимаем на новую кнопку, опять новый вопрос. И навигация здесь несложная. Главное на каждый слайд добавить кнопку «назад», чтобы вернуться. Но возникает такая трудность. Если мы играем командами, мы можем и не запомнить, какие вопросы мы уже открывали. Хотелось бы, чтобы эти вопросы просто с экрана исчезали при нажатии. Но все время возвращаемся, когда назад, они вновь будут появляться. Что делать? Тогда нам поможет так называемый триггер. Триггер – это такой эффект, который является дополнительным к анимации. Триггер позволяет сделать так, что кнопка у нас исчезнет и больше не появится. Как это делается? Вы выделяете кнопку, добавляете к ней анимацию исчезновения. А дальше еще дополнительно нажимаете кнопку «триггер» по щелчку. И дальше этот триггер привязываете к нужной вам кнопочке. Например, вот скругленный прямоугольник номер 30. Например, так. Сохраняете. После этого при нажатии на кнопку, кнопка просто исчезнет и больше не появится. И так вы можете продолжить игру. И тут же сразу будет видно, какие этапы игры уже пройдены, на какие вопросы ответы даны и так далее. Триггер позволяет это сделать очень просто. Триггер можно настроить в задержку по времени, например. Сделать, чтобы не сразу исчезала кнопка, а постепенно. Но это уже такие дополнительные, более тонкие настройки. В общем, они даже и не обязательны. Достаточно привязать к кнопке вот этот самый триггер. В переводе с английского «спусковой крючок». Как можно играть с триггерами? Да, очень просто. Например, можно создать викторину, где в случае неправильного ответа, ответ исчезает. В случае правильного ответа появляется вот такая вот поздравительная надпись. «Молодец!» И все это делается с помощью анимации триггеров. Вот так в викторину я вам в чат послала. Гоголевская викторина. А скриншот с этой викторины сейчас перед вами на экране. Вот, например, выбран один неверный ответ. Второй ответ «Ревизор» оказался верным. Появляется фотография Гоголя и надпись «Молодец!». Вот таким образом работают триггеры в небольших викторинах с выбором правильного ответа. Еще вариант. Этот вариант игр с триггерами разрабатывал Александр Баданов. Я вам просто покажу, расскажу принцип. А более подробная инструкция вот здесь можете почитать, как это делается. Здесь опять-таки с помощью триггеров мы стреляем по интеллектуальной тире, это называется. Стреляем по шарикам. В случае правильного ответа шарик исчезает. В случае неправильного появляется вот такая вот анимация «Выстрел не в цель». И дальше на следующий этап игры переходим с помощью кнопки «Далее». По той ссылке, которую я вам дала, можно посмотреть, как выглядит эта игра. И можно попробовать по шаблону сделать нечто похожее у себя. Еще вариант тоже Александр Баданов придумал. «Лабиринт». Здесь у нас есть робот, который двигается по лабиринту, подъезжает к какому-то человечку, человечек задает вопрос. Выбираем правильный или неправильный ответ. В случае ответа верного, человечек исчезает, а робот двигается дальше. Тоже эта игра сделана с помощью PowerPoint. Сейчас, минутку, дам вам сразу ссылку на нее, чтобы можно было посмотреть. Это вот инструкция и шаблон к предыдущей игре, то, что я забыла добавить. А это вот игра «Лабиринт». Тоже пошаговая инструкция, как это можно делать. Это игры такие, в основном для младшего школьного возраста, но интересные. Тут небольшое количество вопросов, она очень быстро проходит, но вызывает интерес. Можно играть вместе с детьми. Еще вариант. Это викторина из блога «Дедактор», которую уже неоднократно сегодня вспоминала. Викторина с фотографиями. В случае правильного ответа у вас по кусочкам будет открываться изображение. В случае неверного ответа изображение не появится. В итоге, ответив верно на все вопросы, вы сложите картинку. Если не получается, картинка будет с пропусками. Вот сейчас еще ссылку на это вам тоже отправлю. Называется «Игра «Собери картинку». Тоже викторина, очень быстрая, в основном тоже для школьного возраста сделанная. Тоже делается все с помощью триггеров и с помощью анимации. При нажатии на вопрос, в случае верного ответа открывается, в случае неверного пропадает. Вот, пожалуйста, все шаблоны сейчас я вам в чат выложу. Если у вас есть возможность, можете их открывать, просматривать. Подходит, не подходит. И еще одна игра «Викторина по фотографии». Здесь нужно, подчередно нажимая на прямоугольнички с цифрами, открывать картинки. Здесь весь фокус в том, что под прямоугольниками находится картинка. Сначала вы загружаете картинку, а сверху накладываете вот такую сетку из прямоугольников с помощью фигур. Закрашиваете, чтобы было не видно, подписываете цифры. И при нажатии на каждый сектор открывается, он исчезает, и так открывается фрагмент картинки. Плюс к этому вы можете еще и озвучку сюда добавить. И вы, когда откроете полностью картинку, нажимаете на значок с рупором, и у вас идет голос, который рассказывает о том, что это за изображение. А по ходу открывания картинок участники догадываются, о каком изображении идет речь. Кто догадался, тот и выигрывает в этой игре. Так можно собрайрать несколько картинок, что-то наподобие интеллектуального пазла. Тоже ссылку я вам дана, автор шаблона Александр Баданов. И еще один шаблон. Колесо Фортуны. Достаточно сложный шаблон, и описывать его достаточно сложно, поэтому сразу дам ссылку. Я о том, что пробовала, рассказываю поподробнее. О том, что не пробовала, просто вам даю информацию и ссылки. Может быть, вы попробуете, и потом поделитесь своими впечатлениями, как вам, понравилось или нет. А здесь принцип, что-то вроде поле чудес. Колесо Фортуны. Выбирайте категорию, запускайте колесо. Оно крутится вокруг своей оси. В нужный момент останавливаете щелчком мыши, появляется вопрос. Отвечаете на этот вопрос, верно, неверно. Дальше переходите к новому элементу игры «Колесо Фортуны». Так зарабатываете баллы в игре. Ну, а теперь, собственно, о том, что мы делали в библиотеке с помощью гиперссылок, триггеров и анимаций. Мы начали с простых вариантов. Вот игра, например, которую мы создали, назвали его «Музейный червяк». С элементами квеста такая игра получилась для младших школьников. Отгадывали минералы Кольского Севера. Сюжет игры был такой. Музейный червяк съел в музее минералов все этикетки с названиями минералов. И теперь непонятно, какой минерал где. Нужно остановить музейного червяка и отгадать название минерала. Дается описание, картинка, а дальше три варианта ответа. В случае верного ответа раздается соответствующий звуковой сигнал, и у нас этот вариант ответа увеличивается. В случае неверного ответа он просто исчезает, и тоже соответствующий звуковой сигнал. Это наш был первый опыт. Довольно интересно получилось. Если вас заинтересует игра, то вот ссылку я дала в чат, ее можно скачать. Посмотреть, как она устроена. Второй этап. Делали мы чуть-чуть игру посложнее. Принцип «Своя игра». Я уже немножко рассказывала. Сейчас минутку вставлю вам ссылку. Это игра для более старшего возраста, старшие школьники, студенты. Здесь пять категорий. Каждый вопрос сложнее с первого по пятый. За первый даем один балл, за последний пять баллов. История Мурманска на экране. Сделана с помощью анимации и триггеров. Нажимаем на значок, открывается вопрос. Отвечаем, не отвечаем, правильно или неправильно. Ведущий сразу сам говорит, правильный ответ или нет. Открывает верный ответ. И возвращаемся назад. Продолжаем дальше играть. Все отвеченные вопросы исчезают. Это сделано с помощью триггеров. Если вам интересен такой шаблон, то совершенно спокойно я с вами им поделюсь. Ссылку я уже отправила. Это ссылка на Яндекс. Файлы, где хранятся и загружаются. Вы можете скачать этот шаблон. Просто на своем опыте знаю, что в начале, если вы только начинаете конструировать игру, это кажется очень сложным. И хочется бросить это. И утомительно. Действительно, времени уходит много. А по готовому шаблону делать это намного быстрее. Если вам нужна такая подсказка, пожалуйста, можете скачать наш шаблон, наполнить его своим содержанием. Все триггеры и слайды там внутри работают. Вам только поменять содержание. Останется и все. Еще одна наша интересная находка. Назвали мы его интеллектуальный биатлон. Работает очень просто. Здесь есть пять мишеней у каждой команды. Они по очереди команды отвечают на вопросы. При нажатии на мишень появляется ссылка на вопрос. Отвечаем на вопрос. Затем ведущий говорит, правильно или нет. Возвращаемся назад. Если ответ верный, то мишень надо закрыть. Повторно нажимаем на эту же кнопку, и цифра один исчезает, и мишень получается закрытая. Если ответ дан неверный, то второй раз не нажимаем. Просто мишень останется открытой. Вот таким образом, опять ссылку на этот шаблон я вам отправила. Можете скачать и тоже попробовать что-нибудь такое интеллектуальное, биатлонистое придумать. Внутри этой игры у нас были вопросы открытые, без вариантов ответа. И мы придумали такую маленькую фишку, как сделать так, чтобы не ведущий говорил правильно, неправильно, а чтобы сразу по звуку было понятно, верно ответили или нет. Придумали кнопочку «Правильный ответ». Вся хитрость в том, что эта кнопка состоит из двух частей. Левая часть нажимается в случае, если ответ верный, а правая часть нажимается, если в случае ответ неверный. Как это работает? Вот открыт вопрос. Если команда ответила правильно, нажимаем кнопку «Правильный». Звучит веселая музыка, и возвращаемся назад. Называем на штурвальчик. Вот штурвальчик внизу – это кнопка возврата назад. А кнопка «Ответ» – это если ответ неверный. Звучит грустная музыка, и мы тоже возвращаемся назад, но балл уже не присуждаем. Ну, вот такая находка, может быть, вам понравится, попробуйте. Еще один вариант игры – это более такой усложненный же вариант «Достопримечательности Мурманска». Играли мы по карте, сделали карту, на ней звездочками нанесли разные объекты. Нажимая на звездочки, открываем объекты на карте, и там появляются вопросы с вариантами ответа. Если ответ верный, он окрашивается зеленым цветом, неверный – красным цветом. А сам ведущий присуждает баллы. Причем на стартовом слайде можно делать такой вот отсчет баллов. Если на бумажке считать вам не нравится, забывается, и что-то там неправильно отметили, то можно прямо на стартовом слайде сделать отсчет. Вот. Посмотрите, как это сделано у нас было. Мы просто наложили друг на друга много кнопок, столько кнопок, сколько было правильных ответов для каждой команды. Одна была оранжевая, вторая – фиолетовая и так далее. Наложили друг на друга в обратном порядке 8 кнопок, например, 8 вопросов были. А дальше с помощью триггеров сделали так, что нажимаем на кнопку, и кнопка исчезает, и появляется цифра 1. Повторное нажатие, кнопка 1 исчезает, появляется цифра 2. И получается, как будто у нас табло рабочее. Главное на стартовом слайде не забывать нажимать и давать баллы командам. Так нам показалось интересно, и можно прямо в презентации делать. Сейчас ссылку я уже вам отправила. И еще одна самая сложная наша игра, которая больше всего времени у нас отняла, но получилось тоже здорово, морской бой называется. Две команды, два игровых поля. Все по принципу морского боя работает. Команды выбирают, по очереди стреляют. И дальше вся фишка игры в том, что за этими белыми квадратиками скрыты квадраты красненькие. Красненькие – это корабли. Нажимая на квадратик, мы убираем белое, и появляется, видимо, красный. Красный означает, что корабль подбит. Как это связано, собственно, с ответами на вопросы? А очень просто. Красный квадратик – это гиперссылка, и он ведет на страницу вопроса. Вопрос открывается, команда думает, отвечает. Если ответ верный, возвращаемся назад, повторно нажимаем на этот квадратик, и он окрашивается… Если ответил неверно, если команда ответила неверно, мы повторно нажимаем на квадратик, и он окрашивается в черный. То есть попасть-то мы попали, но ответили неправильно. А если ответили верно, то повторно ничего не нажимаем, так и остается красный. А потом по красным и черным квадратам можно считать, сколько было попаданий, сколько ответили верно, сколько неверно, и в итоге считаем, кто из команд победил. Тут самое главное, чтобы ребята не увыклись поисками кораблей, а действительно отвечали на вопросы. Игра, правда, получается достаточно длительная, но интересная. По крайней мере, у нас получилось интересно, нам понравилось. Тоже вот шаблоны, пожалуйста, пользуйтесь, их можно все скачать. Это что касается игр. Ну и еще, наконец, что можно сделать еще с презентациями в PowerPoint. Можно, например, сделать озвученную презентацию. Если у вас нет никаких специальных программ для создания видео, то можно на основе презентации создать видеоролик. Например, какое-то обучающее видео сделать. Как это работает? Вы создаете презентацию, делаете автоматический показ, чтобы слайды менялись между собой. А дальше каждому слайду вы записываете озвучку на микрофон и прикрепляете звуковой файл к каждой презентации. Настраиваете, чтобы звук начинался автоматически, как только слайд перевернулся. И слайд длился столько, сколько длится озвучка. Сохраняете. Получается у вас озвученная презентация. Очень удобно на мероприятиях. Если вы одну и ту же презентацию много раз показываете, вы просто запускаете озвученный файл, где красиво очтецы читают какую-то информацию, рассказывают. И у вас вот так вот зрители слушают, смотрят. Одновременные слайд-шоу и презентация. Делается это все с помощью кнопки показ слайдов. Еще другой вариант, если вы не хотите записывать озвучку кусочками, а сразу хотите озвучить всю презентацию, та же самая кнопка показ слайдов и вторая запись показа слайдов. Вам нужно просто заранее подключить микрофон. В записи показа слайдов ставите галочку напротив речевое сопровождение и лазерная указка. После этого нажимаем кнопку начать запись. У вас откроется ваша презентация. Вы ее начинаете листать и рассказывать в микрофон о том, что видите. Читать текст, либо пересказывать что-то и так далее. В нужный момент листаете на новый слайд и продолжаете. Так вы можете записать озвученную презентацию и сохранить ее к себе на компьютер. Эта функция работает, если у вас версия 2007 года и выше. Если у вас версия 2010 года, то эту презентацию вы можете даже сохранить как видео. Я нарисовала здесь цифра 1, это добавление звука. Вы можете фоновую музыку, например, еще добавить к своей презентации, сделать многоголосье, голос и еще и звук из файла добавить, музыку какую-нибудь. А потом, когда вы хотите все это богатство сохранить, есть функция сохранить видео. Файл сохранить. Дальше выбираете сохранить и отправить. И дальше выбираете создать видео. Все. Вы нажимаете кнопку и у вас пошло форматироваться видео. Единственное, что вам придется запасить временем, если у вас достаточно объемный файл, там много звуков, много эффектов, много анимации, то это может занять время. Просто нужно в этот момент оставить компьютер, ничего там дополнительно на нем не делать. И тогда у вас сформатируется нужная вам презентация. Ну вот, например, я делаю вот такую презентацию для одного из мастер-классов. Здесь, если полистать ее, то там есть и фрагменты видео вставленные, просто голос за кадром. Таким образом работает эта версия с 2010 года и выше. Таким образом можно делать видео лекции, например. Ну и наконец, уже просто вкратце вам расскажу. Можно сделать так называемый анимированный комикс. Сейчас я вам ссылку положу, как это работает. Анимированный комикс, это я идею взяла тоже из блога Дедактор. Мне понравилось, можно попробовать. Как это работает? На слайде презентации появляется персонаж, который рассказывает какую-то историю. И по ходу истории могут появляться картинки ее иллюстрирующие, как комикс. Может быть несколько персонажей. Один может что-то спрашивать, второй что-то будет отвечать. И все это автоматически просматривается, как видео, например. Ссылку я вам отправила. Вот смотрите, какая красота в итоге получается. Как это делать? Вот этот вот говорящий персонаж, это гиф-анимация. Ее можно найти, анимированные персонажи, просто в поисковик. Задать, найти анимированный говорящий персонаж в формате гиф. Его вставляем. Но он все время говорит. А нам нужно делать паузы. Например, поменять слайд, либо он что-то спросит персонажа. Помолчит, другой будет говорить. Чтобы сделать так, чтобы он не все время разговаривал, а время от времени, предлагается такая хитрость. Вам эту картинку нужно сохранить не в формате гиф, а в формате, например, IPG. Правой клавишей мыши рисунок сохранить как. И сдублировать получится два героя. Один у вас будет говорящий, другой молчащий. Вам просто нужно их менять время от времени. Это все делается опять через анимацию. Делаете одного персонажа, он говорит, потом настраиваете, чтобы он исчез. Появился другой персонаж на его месте, он будет молчать. Затем возвращаете первого. Это, конечно, сложно. Такого говорящего персонажа можно найти в поисковой системе. Я пока специально не искала, но я нашла. Который на картинке я просто в обычный поиск Google ввела. Говорящий персонаж гиф. Нашла вот такого молодого человека. Я думаю, в принципе, не фокус. Есть их много. Есть и животные разговаривающие, и люди, и так далее. Можно это все найти, я думаю. Ну и все. Вы настраиваете анимацию. Через какое время у вас будет появляться персонаж. Через какое будет исчезать. Во вкладке параметры анимации возникновения. И все сохраняем. А дальше вот такой комикс получится. Ну, я так уже набегу, вам рассказываю в заключении вебинара. А вы можете поподробнее об этом почитать в инструкции, которую я вам в ссылке отправила. Ну и в заключении. Хочу обратить ваше внимание на один инструмент, которым я начала пользоваться совсем недавно. И мне здорово как понравилось. Называется этот инструмент SWAY или SWAY. Все по-разному его называют. Это альтернатива PowerPoint. Если у вас стоит Windows 10, то он у вас по умолчанию присутствует. Это программа. Ее создавали как дополнение к PowerPoint. Они создатели те же самые. Только они здесь сделали больше упор на интерактивность. Вы в эту презентацию можете добавить различные интерактивные объекты. Не только гиперссылки. Здесь может быть и видео из YouTube, и различные контенты социальных сетей, и изображения. Работать здесь очень просто. Правда презентация получается необычная. Она такая больше статью напоминает или цифровую историю. Вы можете загрузить прямо готовый PowerPoint сюда. И вас переформатируется вот в такую красивую статью. Мы свою презентацию загрузили. Негасимый огонь памяти. И у нас появилась вот такая цифровая история. Отличный инструмент Sway. Самое замечательное, что он работает офлайн. А если у вас его нет на компьютере, то вы можете онлайн зайти на сайт этой программы и поработать онлайн. Она доступна. Вот вкратце все, что я вам хотела рассказать про PowerPoint. Да, мне тут подскажут, что в 2016 можно и трехмерные объекты поворачивать. Да, 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 точно, точно. Знаю. Правда, пока я не разжилась в PowerPoint в 2016. Пока вот в десятке работаю. Ну, конечно, да, чем старше версия, чем выше, тем в ней интереснее работает. Информацию о Sway вкратце я вам рассказала. Вся информация о шаблонах, инструкциях. Если что-то потеряли, забыли, в текстовом документе шаблоны и презентации, скачивайте, пользуйтесь. Буду рада, если все пригодится. Если возникнут какие-то вопросы, пишите. Здесь адреса есть, и наш блог, и группа на Facebook. Там тоже можно задавать вопросы. Будет даже замечательно, если вы что-то спросите. Будем рады помочь. Ну, и по электронной почте можете мне написать, если возникли сложности со скачиванием материалов. Обязательно вышлю и поделюсь. Спасибо вам большое за внимание. Жду уже 19 декабря на новый вебинар. Он будет посвящен библиотечным квестам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и не забывайте приходить на другие вебинары Директ Академии Мы ждем вас каждый день, как правило в 12 часов, ну вот за исключением некоторых вебинаров, таких как сегодняшний Что ж, всем спасибо, до свидания, до новых встреч в Директ Академии Субтитры сделал DimaTorzok